Внутри люди лежат на скамейках. В прихожей установлены дополнительные кровати. В туалете также поставлены койки. 60-70% пациентов вдыхают кислород. Некоторые люди вдыхают под давлением кислород через маску. Если это не пневмония, то почему им нужен кислород под давлением? Когда я пошел с местным пациентом, чтобы обратиться за медицинской помощью, его лицо не было покрыто. Когда он умер, он сидел. Всем привет, меня зовут Чэнь Ти Ши. Сейчас 30 января, около 11 часов утра. Видео сегодня может быть немного длинным. Я буду много говорить, извините за это. Мои видео были до этого вертикальными, и не более 5 минут, потому что моя основная аудитория находится в Китае. Я не слишком сосредоточен на том, как люди за рубежом привыкли снимать видео. Вертикальное видео – это более китайский способ просмотра видео. 5 минут – это максимальная длительность, которую можно закинуть в WeChat. Я снимал так, потому что хотел, чтобы люди скачивали их и закидывали в WeChat. Когда я говорил о верховенстве права, равенстве, сдержках и противовесах. А сейчас и Ухань. Я видел очень многое. Это мой шестой день в Ухане. На данный момент мое имя много, значит Китай. Если название видео содержит Чэнь Цуши, или SQS, или мое лицо, вы не сможете его отправить в WeChat. Многие люди говорят мне, что любой, кто пытается выложить видео со мной, будет удален. С формулировкой, что я распространяю слухи WeChat. Вы можете посмотреть это видео, но я не рекомендую его выложить в WeChat, потому что ваш аккаунт WeChat будет удален, как и мой. Я потерял контакты с многими людьми. Сегодня 30 января. Позвольте мне сказать, что я пережил за эти пару дней. В мои первые два дня перебивания в Ухане, я пошел в Китайскую Центральную больницу на канун Китайского Нового Года. Я ходил в госпиталь номер 11 дважды. Я ходил в суфермаркеты Ухане. Я ходил с двумя волонтерами жертвовать припасы в больницу. Я ходил на стройку в Хуэшэньшэнь госпиталь совсем недавно. Вчера, 29 февраля, я ходил в Уханский госпиталь номер 5. Место, где, по слухам, многие врачи заразились. Но я не могу спросить врачей, много ли ваших коллег заразились? Доктора заняты. Также невозможно взять интервью у руководителей больницы. Никто из них не даст вам интервью, потому что все медицинские работники получили приказ не разглашать никакой информации. В некоторых больницах у всех докторов забирают мобильные телефоны, удерживая их от распространения информации. Сейчас уже 8 людей арестованы за распространение слухов, так называемых слухов. В видео, которое я делал пару дней назад, я говорил с людьми, которые записались в добровольцы. Они отвозят медицинских работников на работу и забирают их обратно. Некоторые из них отвечают за перевозку и выгрузку товаров, потому что есть специальные поставки продовольствия в Ухань. Некоторые говорили, что их обязанность загрузить товары и перенаправлять их в больницы. Вот что делают волонтеры. Я поговорил с ними и сказал, что хочу помогать в их деятельности. Но я не знал, что они находятся под огромной рабочей нагрузкой. Волонтерам есть на что жаловаться, им нелегко. Китайские люди не доверяют Красному Кресту, поэтому всю гуманитарную помощь со всего мира нужно было пересмотреть. Поэтому они отправляли небольшие пакеты в больницы. Они ложили их в приемных комнатах. Было много маленьких пакетов. На самом деле они не очень эффективны. Подумайте об этом. Больницы должны были заставить работников открывать их один за другим. Маски, защитные костюмы, другие средства разных типов. Им посылали все это. Лучший путь, конечно, просто отправить все это по назначению из организации в организацию. Грузовик прямо в больницу. Это лучший сценарий. Но было по-другому. Так что добровольцы должны были помочь со всем этим. Маленькие пакеты со всех наций. Это огромная работа. Полицейские спрашивают у добровольцев. Где все пожертвования, которые вы получили от правительства? А те отвечают. Почему правительство использует нас в гражданские группы для поставок? Короче, ситуация там в полном беспорядке. Как я сказал, я посетил людей на строительной площадке больницы Хуашинчань. Рабочие на стройплощадке работают так тяжело. Работают по 2-3 смены. Работа идет 24 часа в сутки. Менеджеры среднего и низкого уровня, в отличие от простых рабочих, имеют возможность отдохнуть. Когда они увидели нас, их глаза стали красными. Их голос как выстрел. У меня нет времени, чтобы позаботиться о тебе. Одень маску и говори с кем хочешь. Мы на стройке 3 дня и спим по 2-3 часа в день. Парень, который привел меня туда, работает на стройке. Он знает людей на местах. Он рассказывает, как главный начальник им сказал. Мы все из Уханя. Если мы умрем от переутомления, здесь, я думаю, мы мученики. Если мы можем сделать что-нибудь для Уханя, это хорошо. Я ненавижу это высказывание. Делай работу, не жалуйся. Почему, черт возьми, они должны делать работу и не жаловаться? Я собираюсь ответить на глупый вопрос. Почему мы не можем переделать отели в больнице? Потому что больницы для инфекционных заболеваний. Заражение нужно разделить на красную, желтую и зеленые зоны. Места, где содержатся инфицированные пациенты, не могут выпускать воздух наружу. Поэтому обычные отели не могут вместить людей, которые заражены. Отели могут быть использованы для изоляции подозреваемых заболеваний. Конечно. Что-то около 200 человек из Японии, которые вернулись на родину, сейчас в карантине в отеле. Но больница сейчас строится именно для зараженных людей. Воздушное давление внутри больницы будет ниже, чем снаружи. Так что воздух сможет только заходить в больницу, но не выходить. Так что через несколько дней мы ее построим. Настоящие перегонки со временем. Если, конечно, не будет никаких аварий на строительной площадке. Потому что так много компаний работает вместе, чтобы построить его. Требования так строги, скорость постройки настолько высока, что ошибиться очень легко. Сейчас давайте поговорим о вчера, 29 февраля. Я поехал в Уханскую больницу номер 5. В пятой больнице было не так уж много людей. Но я говорил с некоторыми пациентами, на этот раз более подробно. До этого я был в Уханской центральной больнице, и было меньше людей из-за китайского нового года. Когда же я был в других больницах, было мало людей по другим причинам. Первое, это большинство людей были запечатаны дома. Некоторым людям не разрешили выйти из своих апартаментов. Как вы можете пойти в госпиталь, если вы не можете выйти из дома? Это первая причина. Вторая причина, это если вы пойдете в больницу, вы не знаете, выйдете вы оттуда или нет. Вы можете получить испорченный диагностический тест. Зачем вам это нужно? Я сделал видео, а раньше жалуюсь на это. В локальных чатах глупые люди пишут все, что захотят. Один мой друг сказал, «Тсюши, ты присоединился к группе полных сумасшедших». И дал мне приглашение к локальной группе, созданной местным таксистом. Водители такси имеют самую свежую информацию о том, что творится в городе, окей? Хотя они иногда распространяют слухи. Таксист сказал мне, многие из них еще в середине декабря слышали о вирусе, о друзей и семье. Потому что друзья и их семьи, они были местными жителями. Они знали про заражение болезнью. Они думали, что это SARS. Почему мы не можем называть это SARS? Это похоже на SARS. Почему обычный гражданин должен отличать SARS от или коронавирус? Сейчас полиция в Ухане даже не извиняется. Они только говорят, что ваши слухи – это несерьезное преступление, потому что ты перепутал вирус SARS. Например, кто-то говорит, «Там северо-восточный горный тигр, не ходи туда». А чиновник говорит, «Нет там никакого тигра». А потом тигр убивает кучу людей. А потом чиновник встает и говорит, «Это не северо-восточный тигр, это хуанский тигр. Вы сделали ошибку, так что ваши слухи – это всего лишь легкое преступление». Так, давайте вернемся. Водители такси в начале декабря стали говорить друг другу не ходить в уханские супермаркеты. Некоторые, кто ходил туда за покупками, перестали это делать. Я не знаю, являются уханские супермаркеты очагом распространения вируса, но это действительно источник вспышки. Понимаете? Я не знаю, откуда появился вирус, но уханский супермаркет – это место, где очень много людей заразилось. Это та причина, по которой я тут. Местные жители в ужасе. Водители такси. Здесь больше 20 тысяч таксистов в городе. Десятки тысяч уберов. У кого-то были частные машины. Такси были государственной службой, принадлежащей компании «Антакси». Они реквизировали 6 тысяч такси для обеспечения поставок, чтобы обеспечить транспортные поставки. В каждом районе есть 4 такси. Одна юрисдикция имеет по крайней мере несколько жилых комплексов. Например, Тайтанчжан из Пекина. С его зоной 1, зоной 2. В общей сложности компания имеет от 600 тысяч до 1 миллиона людей. В Ухане проживает от 11 до 14 миллионов людей. Пускай 5 миллионов покидало город, и 9 миллионов осталось. Район имеет население от 10 тысяч до 100 тысяч, и всего 4 такси. Они говорят, что такси нужны для перевозки грузов или критических пациентов. Такси в основном для товаров, а не для людей. Если вам нужно такси, вы должны позвонить в районный офис, и уже с района должны помочь вам организовать поездку. В принципе, вы не сможете этого сделать. Вчера местный одолжил мне скутер. Когда я ехал по дороге, я видел много людей, которые ехали в больницу на скутерах и велосипедах. Ухань огромный. По ощущению, этот город больше, чем Пекин. Он разделен рекой в Ханкоу, в Уканг, на несколько районов. Он огромный. Вот почему людей нет в больницах. Почему больницы не переполнены. У многих людей просто нет способа туда попасть. Пациенты полагаются на 120 машин скорой помощи. Достаточно ли там машин скорой помощи или такси? Нет. Таксисты также жаловали, что их просили обеспечить снабжение. Они должны были покупать свои маски и костюмы. Давайте продолжим. Тут не хватает логики. Огромное количество людей заперты. Некоторые люди под подозрением заражения. Если бы я не видел этого лично, на свои собственные глаза, я бы не сказал, что некоторые люди под подозрением. Я не люблю людей в интернете, которые скрываются. У меня на кону собственное лицо. Я скажу вам только то, что я видел собственными глазами. Я не занимаюсь просто распространением картинок и видео в интернете. Некоторые подозревают, что больницы прогоняют пациентов прочь. Потому что премьер Ли Кедзян должен их посетить. Вот причина, почему вы видите уменьшение зараженных в больницах. Вчера я посетил больницу номер 5. Там все было довольно упорядочено. Многие люди там были, чтобы получить тест на коронавирус. Чтобы они могли быть уверены, заражены ли они. Я смешался с толпой и стоял в очереди. Я притворился пациентом и стоял в очереди с другими. Я спрашивал окружающих, сколько дней вы кашляете или лихорадите. Вы здесь для диагностики или обследования? Вы проходили компьютерную томографию. Почему вы здесь? Только вы заразились или члены вашей семьи заразились тоже? Некоторые пациенты кашляют в течение нескольких дней. И их лихорадило пару дней. Лекарство не прогоняет лихорадку. Вы подозреваемы. Но быть подозреваемым – это психологическая пытка. Затем в приемной больнице… Простите, мои мысли путаются. Медсестра на приеме регистрировала пациентов и раздавала номера. Так, вы номер 126, сегодня есть тестовые наборы. Идите, встаньте в очередь на вторую дверь, отдел тестирования. Те из вас, кто может подтвердить свои инфекции, они могут перестать беспокоиться. Они идут. Некоторые местные друзья подцепили меня за подозреваемым пациентом. Я последовал за ним, чтобы увидеть процесс обращения за медицинской помощью. Я видел пациента. Я пошел в больницу номер 5. Затем я последовал за пациента в больницу Тонг-Жи. Я разговаривал с ним и другими пациентами в больнице Тонг-Жи. Многие люди пошли в третью или пятую больницу и считались подозреваемыми в заражении. Первоначально он сказал, у него была тень на левом легком. Затем он получил ее в обоих легких, наряду с другими симптомами. У него были проблемы с дыханием, он чувствовал себя больным. Но когда он прибыл в Тонг-Жи, и его просканировали, это первый раз, когда я испугался. Более десятка резервуаров с кислородом на входе. С надписью «Полные кислорода», будьте осторожны на них. Внутри люди лежат на скамейках. В прихожей установлены дополнительные кровати. В туалете также поставлены койки. 60-70% пациентов вдыхает кислород. Некоторые люди вдыхают под давлением кислород через маску. Если это не пневмония, то почему им нужен кислород под давлением? Когда я пошел с местным пациентом, чтобы обратиться за медицинской помощью, его брат пошел с нами. Он сказал, если бы я не брался за своего брата, я бы не рискнул прийти сюда. Мы тщательно себя дезинфицируем, переходя в другую палату. Когда мы увидели врачей и медицинских работников, пациент, с которым я пришел, не был хорошо организован. Он забыл свой новый скан для доктора. Врач сказал, где ваше сканирование? Не тот, который был 5 дней назад. Новый. Пациент говорит, у меня только фотография скана на моем телефоне. Врач сказал, мне нужно сканирование, на фотографии ничего не видно. Пациент говорит, можно сначала получить тест на коронавирус. Доктор сказал, мне сначала нужно увидеть ваше сканирование. И добавил, мы должны сначала лечить критических больных, потому что у нас не хватает комплектов. Недостаточно тестовых наборов. Я видел в интернете, что Тяньзин дал городу Ухань 10 тысяч тестовых наборов. Но только один Ухань имеет 10 миллионов человек. А еще они распределены по всем больницам. Только несколько сотен тестовых наборов на больницу. Некоторые местные жители сказали, что в больницах будут храниться тесты для врачей. Я думаю, это хорошо. Кто будет спасать нас, если доктора заболеют? У Китая есть поговорка, давайте не будем беспокоиться о том, как разделить пирог. Давайте сначала сделаем пирог большим. Но теперь пирог недостаточно большой. Их критически не хватает. Если вы врач, и десятки тысяч пациентов спрашивают вас о тестовых наборах, но вы имеете лишь несколько сотен, как вы будете их делить? Вот почему пациенты, которые обошли 5-6 больниц, потом просто сдались. Потому что они должны стоять в очереди в течение длительного времени, чтобы получить диагноз. Только когда им поставят диагноз, они могут быть допущены в больницу. Все больницы, в которые я ходил, сказали, что им не хватает коек, нет кроватей. Вот почему они строят больницу. Вчера этот пациент не смог в итоге получить тестирование. Доктора, медицинские сестры, их отношение было ужасно. Они так устали, но все еще продолжали работать, как роботы. Врачи осматривали пациентов, а охранники поддерживали порядок. Это было уже лучше, чем раньше, но пациенты во дворах больны. Они все еще там беспомощны. Некоторые получали помощь на скамейке. Более состоятельным людям помогали в их машине. Они вешают бутылку на дерево. Те, у кого нет машин, проверяли просто так, на улице. Они сидели на ступеньках и вешали бутылку на больного. Я говорю вам то, что видел лично, а также слышал от пациентов, а не слухи онлайн. Их там много. Если хотите слухи, заходите в интернет. Я только говорю то, что видел. Этот случай с этим пациентом. Ему за 40. Он был в нескольких шагах от плача передо мной. Он кашлял, и у него была лихорадка в течение недели. Он говорит, теперь у моего брата жар. У моей свекрови жар. За день до симптомов я ужинал с моими родственниками. Я пошел к свекрови и пообедал с ними. Я играл в макджонг со своими старыми одноклассниками. Я был в контакте с дюжиной людей. Если я получу подтверждение, что с ними будет? Это конец для всей моей семьи. Это то, что он сказал мне лично. Тогда. Я был в контакте с иностранным министерством Японии. В прошлом я ездил в Японию. У меня были отношения с чиновниками там. Теперь у меня разорван с ними контакт из-за бана Вичат. Я просил снять их процедуру репатриации. Я хочу общаться с посольством. Я хочу знать, насколько серьезна эта вспышка. Потому что ваша репатриация может вызвать панику среди китайцев. Это важно. Но они сказали, мы не можем организовать это для вас. Сейчас говорят, что около 200 японцев репатриированы. Сколько из них было заражено? Вам стоит обратить на это внимание. Сколько было заражено среди этих 200 японцев? Это соотношение важно. Это важно, вы понимаете? Давайте продолжим. Извините, мои мысли смешались, потому что я начал бояться. Я очень боюсь. Потому что уханьские местные жители не пойдут в больницу, если они действительно беспокоятся о себе. На улице никого нет. Местные жители действительно в ужасе. Я завидую официальным СМИ. Они смогли бы войти в зараженную зону больницы Центань. Но и безопаснее, чем мне. Они полностью защищены с костюмами и всем таким. Больница Центань имеет красную, зеленую и желтую зону. Красная – это зараженная зона. Желтая – опасная зона. Зеленая – безопасная зона. Официальные СМИ были в зеленой зоне. Брали интервью у пациентов, снимали видео. Это безопасно. Я же был в больнице. Я ходил среди больных пациентов. Это было запрещено. Ни в коем случае мне не разрешено посещать местных экспертов или чиновников. Но кто на самом деле знает, сколько людей заражено? Все врачи там были в полных костюмах биозащиты. Я же имел защитные очки и две маски. У меня было пальто, которое я дезинфицирую каждый день. Я одеваю его снаружи из-за боязни заразиться. Никто из них не смеет пойти в больницу. Прежде чем я приехал в Ухань, я хотел заключить контракт с Каэксин. Перед закрытием Каэксин был единственным выходом, который был в Ухане. Других новостных площадок нет. Интервью для новостей – это профессиональное занятие. Не просто звонок по телефону или раппост видео. Это не новости. Я так стараюсь, чтобы вы слышали не слухи, а то, что я реально видел и слышал. Я пытался связаться с Каэксин через друзей, но не смог. Я нашел человека, который работает там. Он не захотел говорить со мной. Никто не смеет говорить со мной. Я хотел научиться делать профессиональное интервью. Я написал Ван Джоану в Твиттере. Я написал «Привет, журналист-расследователь», который сообщил о Джоу, но он не ответил. У меня был аккаунт Лео Лянь в Вичате. Пока он был в Китае, я спросил его, могу ли я присоединиться к команде Ван Джоана. Ван является одним из немногих независимых журналистов. Сейчас, согласно статистике, в Китае менее 200 независимых журналистов. На это время в Ухане нет ни одного. Я пытался связаться с ним в Твиттере. Надеялся, что он научит меня, как делать максимально эффективные интервью. Я связался с ним в конце концов, и он учил меня совсем немного. Затем, наконец, я услышал, что был один репортер из телевизионной станции Гонконга. Она вернулась домой из-за рубежа. Я, наконец, списался с ней в Вичат, и она говорит по-китайски. Я думал, что нашел соратника. Я думал, она приедет сюда, и мы будем распространять информацию вместе. Она сказала, Чен, я не могу уехать из отеля уже 7 дней. Телевизионная станция приказала нам не выходить под предлогом защиты сотрудников. Итак, Чен, вы сделали больше, чем все мы. Если у вас есть новости, пожалуйста, поделитесь с нами. Теперь я понимаю, каково это остаться абсолютно одному. Я связался с репортерами из Нью-Йорк Таймс в Ухане. Я написал сотруднику в Твиттере. Я не знаю, из какой он страны. Его зовут Бай... как-то там. Я читал его Твиттер. Я не знаю, китаец он или нет, но он может писать по-китайски. Я видел его в Твиттер, но у него нет никакой информации из зараженной зоны. Никто об этом не пишет. Вот почему я начал бояться. Недавно я слышал новости из японского магазина. Водитель, который возил туристические группы из Ухане. Он всего лишь помогал выгружать их груз, и он заражен. Я был совсем рядом возле зараженных. Я был в больнице. Психологический стресс, он может действительно сломать тебя. Например, многие пациенты обращаются за помощью. Некоторые говорили мне, у меня может быть простая простуда, но я должен быть уверен. Если врач не диагностирует меня, как я могу быть уверен? Вот почему он здесь. Но есть только сотни тестовых наборов. Почему они используют это на вас, если вы всего лишь человек, который кашляет? Но эти пациенты действительно несчастны. Они говорят врачам, вы служите только больным, но у меня есть симптомы. Вам нужно подождать, пока они станут критическими. Когда я тяжело заболею, вы сможете сохранить мою жизнь? Когда я пошел с местным пациентом, чтобы обратиться за медицинской помощью, его лицо не было покрыто. Когда он умер, он сидел. Я был бы рад, я себя навстретил скорую помощь. Но вдумайтесь, вы слышите машины скорой помощи, предназначенные для критических пациентов все время на улице. Особенно ночью, никаких звуков, кроме скорой помощи. Вы представляете, как это страшно? Через некоторое время мы вернулись к этому старику. Мы видели, как они завернули его в желтый пакет и отослали. Это то, что я видел вчера в больнице Тан-Джи. Я нахожусь под большим стрессом, целыми днями. Мое дыхание затруднено. Моя грудь немного болит. Я не знаю, я надеюсь, это всего лишь стресс. У меня диарея, но у меня всегда были такие проблемы. У меня слабая пищеварительная система, и я выпил много молока. Один из симптомов — это диарея. И легкие болят. Может, из-за того, что я постоянно по 5-6 часов ношу маску, я не дышу свежим воздухом, это приносит мне боль. Вчера я рассказал нескольким друзьям из Ухани, где я нахожусь. Потому что только мой интернет-друг Маск знает, где я нахожусь. Я никогда не знал его настоящего имени и не видел лица. Окей, это 29 января. Это то, что я видел. Еще раз, я говорю вам только то, что лично видел. То, что семьи зараженных говорили мне лично. Еще раз, отсутствие масок, отсутствие защитных костюмов, отсутствие поставок в целом, и самое главное — отсутствие нужного количества тестов. Нет тестов для диагностики. Вы можете защитить себя только в своем доме. Если есть тестовые наборы, вы должны оставаться в постели. Если вам становится хуже, вам нужен доктор. Вы не можете просто отлежаться. Вам нужен доктор. Вспышка коронавируса остается серьезной. Множество проблем не решено. Сегодня Это обо мне. Я должен выйти на улицу, чтобы дать интервью. Я созвонился с репортером из Ньют. Я спросил его, могу ли я дать интервью. Он ответил, что он не хочет засветить свою личность. Тогда он возьмет у меня интервью. Вот и все. Сегодня я разговорчив. Я говорю больше, чем 20 минут. Благодарю, что выслушали меня. Я сделаю все возможное, чтобы взбодриться. Я сделаю. Департамент юстиции снова звонил мне. Полиция Циндау также звонила мне. Они спросили меня, где я был. Я сказал, что я в Ухане. Они спросили, что? Я сказал, если вы хотите знать, я в Ухане. Почему вы ищете меня? Они говорили про моих родителей за день до этого. Моя мама сказала им, вы думаете, вы беспокоитесь о нем больше, чем я? Я напуган. Коронавирус находится впереди меня. Позади меня правоохранительные органы Китая. Но я не унываю. Если я продолжаю находиться в этом городе, я буду продолжать свои репортажи. Я расскажу тебе только то, что я лично видел. И то, что я лично слышал. Я люблю говорить эмоциональные вещи. Я говорю эти жесткие вещи прямо здесь. Пошли вы в жопу, если не боитесь смерти. Вы думаете, я испугался вашей коммунистической партии? Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Это была большая работа для меня. И ваш фидбэк получает за нее плата. Удачи. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok